Гадина себя так вел, он ему все этот газ дает еще, а то он еще недоволен, сволочь. Вот сиди, вот другой конец этого стола, не приближайся ко мне. Но конец, конечно, еще не конец. Но то, что в связи с нынешней ситуацией вылезли некоторые деятели, вот это правда. В Москву приехал премьер-министр Венгрии Орбан. Событие это, конечно, казалось бы, не так важное, потому что Венгрия все же не такая уж большая государство Европейского Союза. Но для Путина это было, конечно, важное событие, потому что он хотел показывать, что даже во время такого острого противостояния России, Европы и Америки, вот даже какие-то руководители стран Европейского Союза ходят к нему туда, к Кремль, и ведут с ним переговоры. Есть разногласия в Европейском Союзе. Вот что хотел сказать Владимир Владимирович. Но, к сожалению, все получилось, конечно, криво-такосо. Но люди, им трудно понять, они видят телекартинку постоянную, им сугерируют, что президент работает и так далее и тому подобное. Им, конечно, сложно понять, что Владимир Владимирович тяжелоболен. И, к сожалению, этот визит Орбана, наспех, конечно, сделан, это все довольно неприглядную ситуацию для Путина и показал. Ну, конечно, его посещение Пискаревское кладбище, где похороны его братья, конечно же, вызвало много разговоров, потому что люди утверждали, что в том числе дезинфицировали снег на этом кладбище. Ну, а то, что там поставили на общую могилу, где находятся и тела брата Владимира Владимировича, поставили цветы, а потом эти цветы забрали и унесли, это выглядело просто как-то безумием каким-то. Но безумия продолжались. Именно вот в Москве при встрече с Орбаном. Когда Орбан вошел, чтобы там приветствовать Владимира Владимировича очередной зал в Кремле, но мы должны были понять, что Попшита Орбан – это человек с самовнением, но имеет в виду, что если он с кем-то там дружит, то это и есть такие дружеские отношения. Но когда он вошел в комнату, чтобы провести переговоры с Путиным, его властным жестом остановили, и перед ним оказалась картина, что он в комнате, где длиннющий, длиннющий на десятки-десятки метров стол. И за этим столом сидит Владимир Владимирович, который тоже властным жестом показывает, что вот сиди, вот другой конец этого стола, не приближайся ко мне. Но Орбан просто не понял, что он же друг, что же театр здесь? Нет, конечно, Орбан не понял, это не театр, это Владимир Владимирович борется со своей жизнью. У него занижен иммунитет, каждый вирус, каждая проблема может оказаться таким, что уже не вылезти. Просто вот так занижен иммунитет. Почему занижен иммунитет? Он значит борется против чего. Когда борется против чего, тогда занижают иммунитет. Скажем, вам хотят делать операции на спинном мозге или раком занимаются, если у вас она есть, с ультрасовременными, конечно, средствами. Тогда первое дело у вас занижают иммунитет, потому что по-другому нельзя с этими делами заниматься. Ну да, сложная ситуация. Конечно же, удивления для Орбана продолжались. После этого довольно странных переговоров с Путиным за этим огромным столом. Пошла же встреча там, чтобы еще там с Ампанским отметить эти все эти вещи. Но очередной раз в каком-то комнате огромном, конечно, очередной раз его поставили где-то к стенке этого Орбана. А Путин, так сказать, далеко-талеко от него махал ему рукой и этим шампанским, конечно, не приближался к Орбану. Он не нашел. И видите, это просто поразительная ситуация, потому что после этого началась, конечно, пресс-конференция, где очередной раз Орбан и Путин от друг друга, там десятки метров, конечно, были, что был необычный формат для пресс-конференции. Но Орбан был уже так свинчен, что ввел себя крайне неделикатно. Вместо того, чтобы там фалить и благодарить Владимира Владимировича, он первым делом начал обсуждать то, что он никогда в жизни не видел такого длинного стола. Что же охуеть? Что же кореография здесь, понимаете? Спрашивал он на пресс-конференции. Прямо скажем, ну, вы, может, эти кадры видите, Владимир Владимирович чувствовал себя неудобно, что гадина себя так ввел. Он ему все этот газ дает еще, а то он еще недоволен. Сволочь. Надо сказать, что Владимир Владимирович это все запомнил. И удар еще последовал по поводу неделикатного поведения Орбана. Как он смел. Как он не понимает, что Владимир Владимирович борется со своей жизнью. Какая тут Орбан? Но, в общем-то, скандал. И первый раз, может быть, ну, скажем, российский зритель, может быть, это все и не понял, но для западного, конечно, зрителя все стало понятно, что с Владимиром Владимировичем большие проблемы. И, может быть, его странное психологическое состояние ныне связано именно тем, что он так серьезно болеет и, может быть, там и, может быть, не надеется уже на... Он, как бы, и думает, что, как бы, и конец. Но конец, конечно, еще не конец. Но то, что в связи с нынешней ситуацией вылезли некоторые деятели, вот это правда. Вылез Дмитрий Анатольевич Медведев. У нас вице-председатель Совета Безопасности Российской Федерации решил уже даже интервью давать. Чаем, конечно, чаем. Он пьет там чай, фесошники бегают, как бы, и принесут ему чай. Ну, в общем-то, тоже была, как бы, ситуация, как бы, просто поразительная. И чай отдает, и они там... Что-то он несет там этим журналистам. Нечельноразвейное, конечно. И заметьте, когда Виталий Анатольевич это сделал, он это сделал, он дал интервью, показывал, что он бывший президент, крупнейший руководитель, и завтра готов, как бы, брать руль правления. В следующий день российской прессе, самой различной, конечно, стали появиться новости. Какого характера? Что Дмитрий Анатольевич Медведев все время под шофе. Пьет, гад, алкоголик. И чтобы вести его чувства, фесошники его бьют. Бьют! Дают, так сказать, тумака, чтобы привести в чувства, чтобы он мог дальше работать. Ну, конечно, ну, как бы, тут, конечно, уже, как бы, и комментировать нечего, конечно. Ну, вот это уж напоминает Кремля, там, 17 века. 17 века уже. Но, наверняка, вот, ситуация именно такова. Идет еще борьба за власть в Кремле в связи с здоровьем Владимира Владимировича. И то, что, как бы, идет борьба за его здоровье. Ну, вы слышали уже комментарии многих других известных людей, что на переговорах с американцами американцы все время спрашивают, ну, когда же, когда же Владимир Владимирович может встречаться Джо Байден? Когда? Завтра, послезавтра, через месяц, через 4 месяца, через полгода, через год. Ну, вот, Лавров и компания, как бы, так, говорит, ничего не могут. Ничего не могут. Не могут предлагать ни одной, как бы, даты. И, ну, конечно, там, комментаторам все ясно, как бы, ну, вот, клиент, клиент в таком состоянии, что, к сожалению, встречи, может быть, как бы и вообще не будет. Но, конечно, дело от усилия. Видите, все-таки, вы видели, что случилось во время этого кризиса вокруг Украины. Там пекинский пахан сказал цыц! Ну, и как бы, все и прекратилось. Было же как бы, что, вот, мы сейчас ударим, наши ракеты летают, и дает удар по штабам. А куда это все исчезло? Что случилось? Что это там такое дело? Ну вот, оказывается, пекинский пахан говорил, у меня Олимпиада, у меня выборы, так сказать, это самое, в Китае сейчас меня будут снова выбирать руководителем. Нужно спокойствие, красивая картина. Я как плыву по, так сказать, мировым, и, так сказать, волнам мирового славы. Какая тут еще войну у меня тут устраивать? Нельзя! Но, в общем-то, скандал тоже. Видите, там обсуждали, было ли это или нет, но оказывается, что было. Да, было. И сейчас Владимир Владимирович поехал, приехал в Пекин, в Пахану, чтобы там получить соответствующее указание, что делать дальше. Конечно же, видите, здесь Владимир Владимирович пошел на все тяжкие. Он даже готов пожертвовать своей жизнью по имя великого пекинского пахана. Потому что, конечно, на другие деятели не очень интересно, но вот, так сказать, великий пахан из Пекина, там без того, чтобы лично присутствовать и передать свое глубочайшее приветствие и пожелание великому пахану, это традиция. Понимаете? Традиция. Как бы, не, нельзя, нельзя. Обязательно надо это делать. А то, как бы, ничего не будет. Но, конечно, у Китая собственная проблема, он там воюет со своей Тайвань, все время там скандалит американцами, тоже, конечно, надеется на поддержку России. А что, если вы нас не поддержите, что-то мы вас должны поддерживать. Как бы, все, как бы, понятно. Но, вы должны еще понять, что даже если китайцы готовы что-то там помогать Владимиру Владимировичу, как бы, то у них есть свои требования. Тоже плохо. Вот на требование, что должны сохраниться эти государства. Там Казахстан, Украина, Белоруссия. А Владимир Владимирович, что какие-то другие планы, вот надо, как бы, выполнять то, что дает, какое указание дает великий пекинский пахан по этим вопросам. Сложно. А тут и здоровье. Но, конечно же, как вы понимаете, чтобы там уж не слишком сильно заболеть, там, едит пахану, конечно, продолжается не поле сутки. Потом, конечно, будут откачивать этого бедного Путина. Но вот такая ситуация. Это и трагическое, и комическое, конечно. И я бы сказал так, театральное. Все, как бы, такая, клоуна, да, театр. Ну, почему вы держите такого человека-президента? Ну, зачем вам эти все, эти, как бы, театры, там, которые стоят вам бешеный денег, там, этими учениями и войсками, которые, наконец-то, никуда и не идут, потому что великий пахан говорит, что, как бы, ему неинтересно. Ну, вот, такая вот ситуация. Конечно, если мы видим, как бы, что происходит сейчас, то можно надеяться на интересные события в будущем. Вы смотрите АРУ-ТВ 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 Продолжение следует...